Предприятие Теплосети не одно десятилетие устанавливает новогодние ёлки в городе. Каждый год глава администрации поручает именно им выполнение данной работы. В этом году мэрией была закуплена искусственная ель высотой 18 метров, состоящая из металлического каркаса конусовидной формы, с нижним диаметром чуть меньше 7 метров. Она состоит из металлического каркаса, вы видите, центральный ствол у неё и наклонные направляющие. Потом в каждое отверстие кольца расположены трубочки, в каждой трубочке там есть отверстие, там будут вставляться уже искусственные, искусственная хвоя, веточки с искусственной хвоей. И она будет выглядеть вся зелёная, как в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе такие же ёлки устанавливаются. И очередь дошла до нашего города Кумертау. Я думаю, она будет замечательной. Точные сроки завершения установки ёлки пока неизвестны. Но, по словам директора теплосетей Александра Цветкова, планируется закончить работу в самое ближайшее время, чтобы как можно раньше зелёная красавица начала радовать жителей своей красотой и дарить новогоднее настроение. Срок я сейчас не могу назвать конкретный, потому что всё это зависит от погодных условий, в первую очередь. Ожидается усиление ветра. При сильном ветре это связано с техникой безопасности, в первую очередь. Работы мы проводить не будем, потому что грузоподъёмные механизмы свыше 12 метров. Работа запрещена на высоте. Несмотря на немалую высоту, а это, напомним, целых 18 метров, конструкция еле соответствует всем правилам безопасности. Ель рассчитана на уличную установку. Вы же видите, вот внизу установлены блоки ФБС. Это общий вес порядка 8 тонн. И она рассчитана на уличную установку, на безопасную эксплуатацию. Кроме всего прочего, для дополнительной безопасности будут установлены 4 растяжки вокруг ёлки. Разумеется, по новогодней традиции на последнем этапе ель будет украшена гирляндами и другой праздничной атрибутикой. Работа ответственная. Нам самим интересно разобраться в этой ситуации.